Мы говорили в прошлом году и уточнили четко, что в первые дни войны состоялся украинский народ как нация, потому что тоже была Украина, жили люди, как везде, разные люди, разные точки зрения, но вот война сплотила и создала нацию. Вот как вам кажется, эта нация сейчас, она созрела насчет так называемого реваншизма, потому что реваншизм это тоже часть культуры, как ты можешь контролировать это, потому что ненависть, которую вы говорили, ну это не так легко пройдет у народа, у каждого человека и так далее. Давайте я буду говорить о себе. Пока в мое сердце переполнена ненависть. К путинской клике, к россиянам как к народу в массе своей, к поддерживающим Путина, европейским деятелям, таким как Орбан, например, ненависть к нему, просто скотина. Не стесняюсь его так называть, подонок. Что будет дальше, поживем увидим. Не знаю, не знаю. А на сегодня это так. Можете вы сейчас немножко дать характеристику обществу Украины? Потому что одна Украина это прошлая весна, другая Украина, когда год прошел и война продолжается. Общество Украины, какая она сейчас? Очень объединенная. Уже нет такого восток-запад Украины. Нет, есть украинское общество. Путин очень объединил украинцев. Я не знаю, кто еще мог бы так объединить украинцев, как Путин. Что интересно. Вот это нападение, варварское, эта агрессия объединила разных людей по ментальности, по языку, по всему, конфессионально. Все стали украинцами, с большой буквы. Потому что, знаете, раньше многие ассоциировали себя с другими, может, национальностями. Кто-то русский. Ну, я русский, а чего же я? Ну, гражданин Украины, но я русский. Теперь такого нет. Это как в Соединенных Штатах Америки. Кем бы ты ни был, ирландец, или афроамериканец, или итальянец, или еврей, или русский, ты американец. Если ты живешь в Соединенных Штатах, и гражданин этой страны. Так и здесь. Все украинцы. Это украинская нация, украинское общество. Оно не поляризовано. Оно практически едино в своем отношении к войне, к победе, к будущему. Нет, это... И это очень бесстрашные люди. Вы знаете, бесстрашные люди. Патриотичные, добрые. У нас прекрасные люди, прекрасная страна. Мы так бьемся за нее, потому что она прекрасная, и мы ее любим. Дмитрий, но даже война не может отменить такое, как называется, пятая колонна, не может отменить коррупцию, не может отменить политические интриги, да. Вы можете сейчас нарисовать для латышского народа, что сейчас происходит. Мы знаем сплоченный народ, мы знаем, что в его выводе, но есть жизнь, которая продолжается, да. И упомянули Аристовича, что не только россияне, но тоже и украинцы, некоторые против него, или там как будто что-то играет. Что сейчас играется, что мы не видим, что мы должны как будто быть с вами на фронте, да. Но это тоже важная часть вашего государства. По пятой колонне. Пятая колонна Кремля в Украине была огромной. Все годы украинской независимости. Так же, как и в Латвии, уверен в этом. В Латвии особенно, в Литве меньше, и в Эстонии вообще меньше. А в Латвии большая пятая колонна была, наверняка кто-то еще есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Да, и мы знаем, как КГБ работал на территории Латвии. Мы знаем, что деньги делают, русские деньги, газпромовские, с людьми. Поэтому пятая колонна в Украине наверняка во многом сохранилась. Не вся. Многие уехали. Что интересно, многие депутаты Верховной Рады из этой пятой колонны уехали за несколько дней до начала войны. То есть их предупредили. Многие уехали. Многие, значит, из пятой колонны арестованы. Многие затаились. Но никогда, смею я надеяться, больше в истории независимой Украины пятая кремлевская колонна не будет иметь никакого влияния. Почему такая уверенность? Почему такая уверенность? Я вам скажу, я вам скажу, спасибо Путину в кавычках, спасибо. Насмотрелись все на прелести русского мира, который он хотел сюда принести. Кто еще не понимал этого. И любой, кто откроет рот только свой и скажет, что давайте ориентироваться на Россию, я даже не представляю, что с ним будет. Поэтому у нас невозможны теперь пророссийские партии, пророссийские политические деятели. Ну, если им жизнь дорога, во всяком случае. Потому что после всего, что произошло, чтобы кто-то вякал еще что-то про Россию на нашей территории. Ну, пусть Бога побоится, если в него верят. Если не верят, ему все расскажут. Я не верю в российский реванш на территории Украины, пророссийский реванш. Что касается коррупции. Коррупция была и в больших масштабах. Коррупция есть. СБУ регулярно задерживает то людей, которые торгуют гуманитарной помощью, то тех, кто помогает молодым людям перебраться через границу, еще кого-то. Коррупция есть. Коррупция, думаю, будет. Все дело в том, как государство, сколь эффективно государство будет с ней бороться. Что вы еще спросили? Насчет политической элиты тоже. Политической элиты. Политическая жизнь сегодня практически на нуле. Ее нет. И правильно, что нет. Сегодня надо думать не о месте каких-либо партий в парламенте. Или каких-либо людей на выборах президентских. А о победе над Путиным думать надо всем украинцам. После победы начнется, уверен, полноценная политическая жизнь. И опять будут партии, опять будут политики, опять будут баталии. Но, повторяю, никогда в этих баталиях, уверен, я уверен в этом, не будет звучать больше российская тема. Потому что общество едино. Россия — это плохо, отвратительно и ужасно. И кто будет нас звать туда, общество даст немедленно надлежащий ответ. Дмитрий, что происходит с олигархами? Они тоже прославлены с украинскими паспортами. До войны били, да? Тоже повлияли на украинскую историю? Вы знаете, как говорят, весна покажет, кто где в кусты ходил. Так и война показала, кто есть кто. Это касается не только политиков, не только простых людей, но и олигархов или тех, кого было принято называть олигархами. В результате что мы видим? Мы видим, что из всех самых богатых людей в Украине с первых дней агрессии остался только один человек — Ренат Ахмедов, самый богатый украинец. Он приехал в Украину 23 февраля днём по приглашению президента Зеленского вместе с другими своими коллегами, если можно так назвать, по крупному бизнесу. Встреча закончилась, коллеги его все сели в свои частные самолёты и улетели. Ренат Ахмедов остался в Киеве, в Украине. Всё это время он здесь, он не покидает страну. Он отдал миллиарды на украинскую армию. Самоотверженно помогает не только украинской армии, но и украинцам выживать. Ну, слушайте, он 100 миллионов евро потратил на армию и на помощь украинцам. Он закупил, не закупил, лично сделал 150 тысяч бронежилетов из отборной стали, учитывая то, что потребность украинской армии в бронежилетах составляла 300 тысяч. То есть половину сделал Ренат Ахмедов. Сейчас вот он пожертвовал ещё миллиард гривен на ребят, которые защищали Азовсталь, на их семьи. И это при том, что от его состояния почти ничего не осталось. Мариуполь, заводы Вича, заводы Азовсталь, всё разбомблено и находится в руках врага. То есть, ну вот это пример патриота, героя Украины. Для меня он герой Украины, однозначно. Герой Украины, настоящий герой. Плюс его деятельность на международной арене. Огромное количество интервью самых крупных западных агентств, телеканалов и так далее, где он с такой гордостью говорит об украинской победе, об украинском духе. И так клеймит Россию, ну, я не видел никого, кто бы мог сравниться с Ренатом Ахметовым и с акул большого бизнеса. Они все практически молчат. Они затаились со своими миллиардами, за границей в основном, и молчат. А что с ними будет после войны? Я не знаю, что с ними будет. Я не знаю. Я думаю, что многие уже не вернутся в Украину.